Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Лехашерст. Тема моего доклада – пробная деятельность сетевого учителя в целях исключения репутационного риска. В ходе моего доклада я хотела бы рассмотреть следующие вопросы. Низкая сетевая коммуникативная компетентность учителей. В моем докладе я бы хотела рассмотреть пять проблемных зон сетевых учителей. Вы их видите на слайде. Позвольте мне их коротко прокомментировать. Низкая сетевая коммуникативная компетентность. Что это такое? Как она проявляется? Почему она для нас так важна? Может быть, у вас те же затруднения? Давайте обсудим этот вопрос. Следующее – это отсутствие навыка самоконтроля, самоанализа. Почему это так важно для сетевых учителей? Почему именно самооценка может сыграть роль в том, чтобы репутация компании, репутация школы была на высоком уровне? Следующая волевая точка для нас – это боязнь смены позиций наших сотрудников, наших сетевых педагогов. Смена ролей, смена позиций очень важна. И как это мы делаем? Какие у нас есть решения в этом вопросе? Это вот следующая проблемная зона, которую хотелось бы раскрыть в докладе. Очень важная еще зона – это зона оценивания, система оценивания в организации. Как она устроена? Какие проблемы существуют? Что это за провалы в системе оценивания? Что за вопросы возникают у сетевых педагогов в отношении формирующего оценивания? Оценивание устроенного в учебном процессе, встроенного в учебный процесс. И последняя проблемная зона – это, конечно же, работа с контентом. Распаковывать контент, упаковывать контент, хранить контент, создавать контент. Какие здесь проблемные места есть? Вот такие пять проблемных зон я хотела бы с вами сегодня обсудить, раскрыть, проанализировать. Здесь я бы очень хотела обратить ваше внимание на нашу школу, на то, как она представлена в сети. Есть отзывы родителей, которые на нашем сайте размещены. У нас очень большая поддержка открытого института развивающего обучения. И я бы хотела открыть сейчас пару фрагментов сайтов межрегиональной сетевой школы и сайта института развивающего обучения. Илья Николаевич, мне потом это открывать или сейчас? О, я думал, вы слайд, или вы хотите на экране показать? Конечно, на экране хочу показать, там же у нас отзывы. Давайте, показывайте. Друзья, есть, конечно, очень много школ, самых разных школ, онлайн-школ, дистанционных школ, институтов. Вот сетевая школа, у нее свои особенности. У нас очень много партнеров, организаций, которые к нам присоединены по тем или иным форматам. Вот на нашем сайте вы сами можете увидеть, что пишут о нас наши родители, наши друзья. Новости говорят сами за себя. Можно посмотреть весь наш педагогический состав, наши учителя из разных городов. Мы друг друга никогда в жизни не встречали, но уже дружим несколько лет. И кроме того, что межрегиональная сетевая школа, она объединяет учителей из России, из городов России, наша главная опора – это, конечно же, образовательный холдинг, развивающий обучение. У нас команда наша выиграла президентский грант. И вы сами можете убедиться в том, что вся отчетность открыта. И вот все проблемные зоны, о которых я говорила, это наработанная всей нашей командой в течение нескольких лет. И вот вы видите, что здесь и сетевая школа представлена, и вот этот проект новый, «Сетевая педагогическая интернатура» – это проба, скажем так, проба нескольких человек под руководством нашего замечательного руководителя, автора школы Алексея Борисовича Воронцова. Я бы хотела перейти сейчас уже к обсуждению самого основного момента, перейти к самому докладу. Друзья, давайте перейдем к обсуждению проблемной зоны. Очень, очень волнует нас, нашу команду, тема сетевой коммуникативной компетентности. Что это такое? Коммуникативная компетентность. Я не хочу вас задерживать на терминах и уделять этому много времени. Коммуникейшн, связь, значит, установление связи, поддержка связи, умение быстро отвечать, чтобы эта коммуникация была удобной, никому не создавала помех. Но обратите внимание, сетевая коммуникативная компетентность – это ведь не просто дистанционная коммуникативная связь. Что же это означает? Сетевая означает, что связаны несколько школ, несколько организаций, у которых разные ритмы жизни, разные темпы жизни. И как же здесь разобраться, в чем проблема, собственно говоря, как выявить вот эту низкую коммуникативную компетентность? Ну, давайте попробуем на конкретных примерах. Я их набросала из того, что вижу практически каждый день. У нас есть педагоги, которые присоединяются, и вот на начальных этапах они делают некоторые ошибки. Возможно, они не делают. Вот что делает учитель с низкой сетевой компетентностью? Как она проявляется, эта компетентность низкая? А если она высокая, то как тоже она проявляется? Вот конкретные примеры из жизни. Учитель с низкой сетевой компетентностью будет отправлять письма без заголовков. Или он будет игнорировать цепочку писем. Или он включает в рассылку не всех, кого это касается. Он может отправить на экспертизу файл, только не в редактируемом виде. И вам придется время потратить, чтобы его превратить в редактируемый, комментируемый вариант. Очень много таких нюансов, которые создают проблемы для других сотрудников. Какое-то время педагог это может не замечать. Он может совершенно на это не обращать внимания. Но родители грамотные, но сообщество уже грамотное. Если человек несколько раз такие ошибки совершает, то это уже сказывается на результате работы всей команды. Приведем пример. Нам приходится по ссылкам проходить на вебинары. Очень важно, чтобы там своевременно собралась команда, началась работа. А если человек теряется в ссылках, то что с ним делать? Можно такого сотрудника, педагога, сетевого, учителя или преподавателя не брать и сказать? До свидания, друзья. Вы нам не подходите? Нет. Мы вот считаем, что нужно давать педагогам, особенно педагогам, возможность пробовать, возможность действовать в такой виртуальном пространстве. Можно, конечно, писать инструкции, памятки сделать, чтобы они использовали различные инструменты, чтобы автоматизирована эта информация, которая должна, или рассылалась, или размещалась. Мы проведем пример. В Гугле можно в календаре, конечно, поставить занятия наперед автоматически, если человек забывает постоянно их ставить вовремя. И все равно самый действенный способ выхода из этой ситуации – это пробная деятельность. Пробная деятельность в таком пространстве, где это будет безопасно для компании, и не будет никаких репутационных рисков. Ну вот, собственно говоря, самая главная проблема здесь же – это не умение задавать вопросы. Это сюда же. Если человек находится удаленно или находится в такой организации, где все со всем взаимосвязано, то он, естественно, должен, по сути дела, задавать вопросы естественно. Но он этого может не делать. Он может замыкаться у себя в своем каком-то мерке небольшом, и получается не совсем то, что мы хотели. Тут можно перейти уже к следующей проблеме. Проблема, которая связана с умением задавать вопросы, с умением анализировать собственную деятельность – это проблема, связанная с самоконтролем, самоанализом и самооценкой. Итак, проблема самоанализа, самоконтроля. Наши преподаватели, учителя российские, они все очень хорошо умеют контролировать, оценивать и анализировать деятельность детей. А вот как насчет себя, то здесь возникают проблемы. Или это нежелание, или это не умение, или это недооценка того, что это крайняя необходимость работы в сети, работы дистанционной и удаленной. А вот что касается самооценки, особенно самоанализа образовательных программ, то тут надо сказать вот о чем, почему это важно. Дело в том, что вот эти образовательные программы, они чаще всего какие? Они гибкие, они постоянно трансформируются. Согласитесь, наверное, сейчас мало таких школ и мало институтов, где идет по накатанной образовательной программе от и до с 1 сентября, потом май или даже по полугодиям. Больше появляются модулей погружений, сессий. Они очень такие точечные, с конкретными целями. И получается, что все равно образовательная программа вначале может задумываться вот так, а на выходе она получается совершенно другой. Если постоянно не анализировать на каждом этапе, что происходит с тем, что делают ученики, как это они воспринимают, как у них усваивается материал и так далее, если анализом не заниматься, то, естественно, ничего хорошего в итоге не получается. Поэтому мы считаем, что самоконтроль и самоанализ очень важен. И на это нужно обращать внимание. Для нас очень важно, например, проведение таких рефлексивных аналитических семинаров, вебинаров. Я думаю, что у вас это тоже есть. Если говорить про роли, друзья, то роли у нас традиционно распределены очень просто, в простой схеме. Вот вы видите на слайде, да, ученик, учитель, родитель. Вот они могут меняться иногда местами. Ну и где-то это игровая, может быть, форма на самом деле в серьезном таком подходе. Ну, например, в нашем деятельностном подходе мы рассматриваем смену позиций ученика с учителем, например, когда ученик, например, может тоже назначить задание, может тоже его придумать задачу, создать работу на основании нескольких задач, назначить эту работу нескольким своим сверстникам, которые находятся в разных там городах, да, допустим. И он смотрит, как ответили, может проанализировать ошибки. Для него это уже такой очень высокий уровень вот такой функциональной грамотности, да. Почему-то у нас учителя как бы стоят на нескольких позициях, несколько таких у них любимых ролей появляется это. Ну, например, лектор, контролер, ну, экзаменатор или, ну, что еще, вот. Ну, ведущий игры какой-нибудь, игровую форму сейчас практически все освоили, да. Ну, а сеть-то и современная технология, форматы, они гораздо богаче, не две-три позиции можно, а гораздо больше. А вопрос, почему вот другие позиции не берут, почему, например, не четко обозначают эти позиции. Очень жалко, когда учитель, мастер своего дела, очень хорошо владеет предметным вот содержанием, да, но немножко не обыгрывает их. Он может быть просто сторонним наблюдателем или модератором, или, допустим, анонимным у консультанта. Проверить работы ребят или оценить их можно с позиции анонимного консультанта, когда комментирует кто-то не учителя. Это для ребят иногда бывает так мотивирующим, да, фактором. Ну, вот, собственно говоря, проблемы есть. Если вы этим вопросом не интересовались, вернее, не обращали на него внимания, значит, или действительно в вашей организации этой проблемы нет, или вы заняты были более, ваше внимание, оно ушло в другую проблемную зону. А есть такая проблемная зона, которая, ну, очень-очень сказывается на результатах деятельности всей компании, это оценивание. Вот все, что касается оценивания, это еще более важно, чем, наверное, игра с позициями и ролями. Шестой слайд. Итак, оценивание. Итак, проблемы с оцениванием, системой оценивания. На самом деле у организаций, у школ есть все права для того, чтобы внутри организации свои локальные акты применять, да. Под 100-бальную шкала хоть какая шкала, всегда можно легко перевести в 5-бальную, но почему-то учителя и преподаватели очень боятся безотметочного режима обучения, казалось бы, что сложного в организации безотметочного обучения. Мы пробуем, у нас получается, и мы вас приглашаем, честно говоря, посмотреть, как это происходит, безотметочное обучение. Это не означает, что совсем нет оценивания никакого, нет отметок, нет. Есть формирующее оценивание, диагностирующее и корректирующее, а не так, чтобы оценивание ради оценивания, ради фиксации какого-то там балла. Выясняется, что в онлайне родителям не так важно баллах, а важно содержательные комментарии. Итак, с оцениванием, я думаю, что можно целые отдельные семинары. Сейчас я бы хотела перейти на проблему, связанную с контентом. Контент – это наше все. Слайд 7. И я бы хотела на самом деле продемонстрировать вам наше внутреннее устройство, контент, как оно нам помогает работать и делать работу, облегчать. На самом деле проблема с контентом заключается в том, чтобы облегчить работу учителю. Они сами создают контент, да, они сами его должны размещать. В общем, это занимает пойму времени. Вот в этом проблема, собственно говоря. Поэтому здесь мы без технологий, друзья мои, точно не обойдемся. Вот именно вопрос технологий здесь очень важен. Итак, я хочу вам продемонстрировать экран. Я предлагаю вам заглянуть в нашу среду, во внутреннюю ее среду. Наш сотрудник входит в эту среду ШИО, которая называется «Школа индивидуального обучения», под своим паролем, меняя позиции. Нажмите «Скрыть». Итак, наверняка у вас свои платформы, свои сервисы. Но очень важно, чтобы у учителя была возможность свою образовательную программу конструировать. Вот у нас, например, есть возможность оценочные средства, создавать задачи, создавать работу, и все это выкладывать в общий банк. В банке у нас задачи всех педагогов, да, и тогда облегчается работа, набирается задачи создавать работы. Дальше очень легко управлять образовательной своей программой. Можно вести несколько проектов, несколько школ, дистанционно работать в нескольких местах, да. Например, в экспериментальном учебном комплексе я веду, допустим, несколько программ, допустим, «Страновидение». И я постоянно пополняю и добавляю по мере того, как у меня этот контент появляется. Я могу воспользоваться еще материалами другими. Но этим никого не удивишь, дело все равно. Итак, наши образовательные, вот в такой среде, которая для ребенка понятна, он внутри может найти любую программу, отфильтровать, записаться, посмотреть аннотацию. Это для родителей очень важно, да. Очень важно, чтобы все было в контенте систематизировано хорошо. Я вас благодарю за то, что вы ознакомились с этими пятью проблемными зонами. Хочу сказать, что, наверное, нет ничего лучше, чем пробовать. Приходите к нам, сетевая, педагогическая интернатура, открытая. И хоть мы и заявляем, что хорошо начинать в начале года, в сентябре, но мы присоединяем на любом этапе, каждый может опробировать свою программу, свой курс. И тогда это происходит безболезненно для компании, для ее репутации. Сначала мы проводим, конечно, очень много погружений с сетевым педагогом, чтобы он избежал, скажем так, не сломал ноги руки в эти пять проблемных зон. Пожалуйста, приходите к нам, вы видите, на слайдах QR-коды вас переведут сразу к нам на наши сайты. Вы можете нас найти и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в других точках пересечения в нашем дистанционном сетевом виртуальном мире. Было бы здорово, просто замечательно войти с вами в такой открытый, откровенный разговор. Очень формат, люблю диалога, полиолога и общение, когда идут замечания, действительно полезный и конструктивный такой диалог. До встречи с вами на обсуждение и проблемных зон, и проблемных точек. Может быть, что-то у нас с вами срастется. Спасибо большое, друзья, до свидания.